Погода вносит свои коррективы, а топительный сезон во Владикавказе решено продлить. Каждый год вопрос отключения теплоснабжения остро встает весной. Необходимо учитывать, что в нашем регионе волна теплой погоды сменяется понижением температуры, и в домах становится холодно. Система теплоснабжения такова, что ее сложно остановить, а потом опять оперативно запустить. Поэтому котельные тепло вырабатывают и будут продолжать это делать. Как пояснили в администрации города, делается это исключительно для комфорта горожан. Следует отметить итоги прохождения топительного сезона 19-20. Он прошел относительно благополучно, с минимальными аварийными ситуациями, которые тоже имели место быть, к сожалению. Нам благоприятствовала еще погода и температурные режимы, которые позволяли не выводить технологическое оборудование на максимальные мощности. И что могло бы привести к дополнительным аварийным ситуациям. 1333 фамилии погибших в боях за защиту Владикавказа будут выгравированы на мемориале на южной окраине Владикавказа. Об этом говорилось на выездном совещании с авторами проекта. Заместитель главы муниципального образования Зита Салбиева, главный архитектор Владикавказа Аслан Караев, начальник управления благоустройства и озеленения Сослан Бецоев на месте обсудили нюансы предстоящей работы. В этом году наша страна отмечает 75-летнюю годовщину победы в Великой Отечественной войне. И дата 9 мая для нас святая и жизнь каждого человека священна. К сожалению, риски, связанные с эпидемией, пик которой еще не наступил, не позволяют утвердить окончательную дату проведения парада. Но это городским властям не помеха. К празднованию все будет готово. Сейчас у нас прошло уличное совещание по реализации федеральной программы. Это нанесение имен тех, которые погибли во время Великой Отечественной войны в боях за защиту города Владикавказ. Больше ста национальностей проживают во Владикавказе. Наш город давно стал домом для евреев, поляков, армян, грузин, греков и десятков других национальностей. О том, как наполнялся и разрастался Владикавказ в отрывке из фильма режиссера Ляны Батаевой «От крепости к городу». Сама природа создала Владикавказские контрасты. Это промышленный и административный центр, не утративший размеренности и уюта глубинки. Город совсем не кавказский, не совсем русский, скорее европейский. Это ощущение возникает у многих посетивших Владикавказ. Здесь мирно уживаются более ста национальностей, совершенно разных конфессий. Вначале поселились в Владикавказе русские и осетины, потом постепенно появляются представители других народов. Притом вот каждый народ определенную нишу какую-то занимали. Так вот, например, армяне в основном изготавливали кавказскую одежду и различные аксессуары к ней. Евреи были в основном ремесленниками, полетчиками, ювелирами и так далее. Грузины пекли лаваш, изготавливали вино, греки строили в основном дома, церкви, дороги. С самого начала многонациональный, многоконфессиональный город. До сих пор это сохраняется. Это был город. Всего доброго!